Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите новости на телеканале ТДК-42. В студии работает Сергей Уланов. И перед выпуском вы узнаете о главных событиях этого дня. В Западно-Казахстанском аграрно-техническом университете имени Жангирхана состоялся областной форум благотворителей «От сердца к сердцу», посвященный 25-летию независимости Республики Казахстан. В университете имени Мохаммеда Утемисова прошла встреча студентов с известным писателем Рахамжаном Оторбаевым. Без зарплаты. Рабочие, которые принимали участие в вырубке леса на правом берегу реки Чиган, до сих пор не могут получить свою заработную плату. Почему? Разбирался Олег Великий. Президент Республики Казахстан Нурсултан Азарбаев высказался о переименовании Астаны. Выступление главы государства опубликовано на официальном сайте Аккорды. Напомним, что вопрос о переименовании столицы подняли депутаты на совместном заседании Палат парламента во время обсуждения проекта декларации 25-летия независимости Казахстана. Народные избранники предложили определиться с новым названием столицы на всенародном референдуме. Я уже много раз на эту тему говорил. И вот вчера парламент предположили, что возможно даже столицу переименовать моим именем. Я таких предположений никому не высказывал и не говорил. К 25-летию все выступают, все мы говорим, пишут статьи в телевидении, в интернете. Говорим о наших успехах. Гордимся, действительно, есть чем гордиться. Мы сделали много, много сделали. Я, как один человек, ничего не сделал, если бы вы не были рядом. И мне повезло вообще все 25 лет на соратников, которых я подбирал. Они делали свое дело. Я считаю, что есть команда, вы, которую выполняете. Поэтому успех. Один человек ничего не может сделать. Я еще раз хочу сказать спасибо всем и парламенту нашему, депутатам, за вчерашнюю декларацию, которые отметили все этапы нашего развития, отметили мою роль. Конечно, как человеку мне это приятно. Парламент – это самостоятельная часть власти. Они имеют право принимать решения, говорить свои мнения. Любой вопрос, тем более переименование городов, населенных пунктов там и так далее, мы будем решать очень взвешенно, соразмерно тому, что необходимо для государства, для страны. Это внешняя часть вопроса. Надо заняться конкретными результатами внутренней части вопроса. Спасибо большое. Желаю успехов. Госпрограмма в действии. В Уральске 60 предпринимателей получили микрокредитование по дорожной карте бизнеса 2020. Аким города на ремонту регалии встретился с теми, кто уже открыл свой бизнес. Подробности в следующем сюжете. С помощью государственных программ за пять лет по области более 300 предпринимателей не только открыли свой бизнес, но и создали новые рабочие места. Для сотни жителей нашей области только за 2016 год в целях развития малого бизнеса по второму направлению дорожная карта занятости 2020 стимулированной предпринимательской инициативой 60 предпринимателей города Уральск получили микрокредитование. Одним из тех, кто получил микрокредит, является Арман Нурпиисов, который открыл цех по изготовлению керамзитоблока. Благодаря фонду центра занятости мы получили кредит, смогли организовать в микрокредит 3 миллиона тенге, смогли организовать еще 3 рабочих места и поезжайк дом. Что производите? Производим керамзитоблоки, пескоблоки, то есть стеновые строительные материалы. Глава города на ремонт Урегалиев считает, что со стороны государства оказывается большая поддержка, и у предпринимателей есть возможность получать микрокредиты по программе «Дорожная карта бизнеса-2020». Государственная поддержка. Государственная поддержка сейчас, кроме этой программы, есть ДКБ-2020. Там процентные субсидированные, там есть частичные. То есть государство берет на себя ваши проценты. Ну, я имею в виду проценты предпринимателей. Плюс есть инновационные гранты, тоже по этой программе ДКБ-2020. Вот потом уже чуть-чуть, уже немножко производство у тебя пойдет. Можешь уже по этой программе побольше кредитов. А Солбек Негметов вместе с сыном открыл шиномонтажку, где сейчас, помимо них, трудится еще один работник. Главное, считает он, что их деятельность потихоньку находит своих клиентов. В настоящее время я с сыном работаю, еще на днях вот еще одного взяли, вот втроем работаем. 3 места и заработная плата примерно рабочих? Ну, 60-70 где-то выходит сейчас. Стоит отметить, что только за три года микрокредиты по области получили 100 человек. На сумму свыше 170 миллионов тенге. И благодаря государственной программе было трудоустроено 120 человек. Рустам Ашарипов, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Кролики – это не только ценный мех, но и 3-4 килограмма диетического, легко усваиваемого мяса. Эта фраза из фильма вспоминается при посещении фермы Абзала Сарсенова. Предприниматель взял мини-кредит по программе «Дорожная карта занятости-2020» и решил заняться разведением кроликов. Микрокредиты могут взять жители пригородных к Уральску поселков – Жилаево, Зачиганское, Круглозерное и Деркуло. Для Абзала Сарсенова выращиванию кроликов – это первый опыт. Предприниматель надеется, что его производство со временем расширится. А в этом жилом доме начал действовать салон красоты. Парикмахер Гульсара Шантиева взяла кредит на сумму в полтора миллиона тенге. Чтобы оборудовать салон, ей пришлось добавить собственные средства. Я открыла свое дело благодаря государственной программе. Надеюсь, что бизнес будет процветать и приносить пользу нашим клиентам. Еще один поддержанный бизнес-проект – мини-ферма молочного направления. «Берег Салдогалиев» реализует свою продукцию на рынках города. Получил кредит на сумму трех миллионов. На эти средства были куплены мой доильный аппарат «Марки Айт», 13-голов КРС сементарской обороны и корма. Это сено луговое и пшеница с ячменем. Значит, в данный момент хозяйственным занимаюсь я. Виды его чисто молочного направления. Занимаюсь доением, молоко подставляю на точки города. С начала действия программы «Занятость-2020» по программе микрокредитования было создано 200 новых рабочих мест. Микрокредит мы в этом году выдавали 52 проекта на 159 миллионов тенге. Главная задача здесь – мы должны обеспечить микрокредитами самозанятые населения и наших безработных населений. На сегодня у нас в области есть около 300 тысяч населения. Из них экономически активное население на сегодня 137 тысяч 500 человек. Самозанятые населения на сегодня насчитываются по городу – это 19 тысяч 500 человек. Если взять динамику, начиная с 2014 года, самозанятые населения с каждым годом уменьшаются. Это главная задача. Стоит отметить, что претенденты на получение кредита проходят обучение основам предпринимательства. Роман Копняев, Нурлан Кунашев, Александр Грабарев, ТДК-42. В этом году в Западно-Казахстанской области по программе «Дорожная карта бизнеса-2020» субсидии получили более 100 предпринимателей на сумму в 16 миллиардов тенге. Об этом сообщили в региональном филиале Фонда развития предпринимательства «Дому». Одним из проектов – частный детский сад, который уже посещают более 30 детей. Наши корреспонденты узнали, какие преимущества предлагают предприниматели. «Ясли сад» открылся осенью этого года. Он рассчитан на 4 возрастные группы от 1,5 до 5 лет. Проект получил господдержку в рамках «Дорожной карты бизнеса-2020». 40 миллионов тенге пошли на закупку здания, приобретение мебели, оборудования и инвентаря. В здании провели перепланировку по санитарным нормам, заключили договора с поликлиниками. У нас были перенитивные средства, но потом в итоге все это как бы слило свой бюджет. Невозможно спланировать его прямо до точности. Что-то где-то мы хотели отложить, где-то что-то побольше вложить, чем вы сейчас видите. Побольше нужно было где-то что-то сделать. Конечно же, все идеально распланировать невозможно. Поэтому да, у нас были изначально свои средства, но и в основном упор весь пошел на финансирование. В детском саду уже воспитывается более 30 детей, но группы еще будут добираться. Воспитатели уверены, что родители останутся довольны. Им даже предлагают остаться на завтрак или прийти на обед или полдник, чтобы попробовать пищу, приготовленную для их детей. Стоимость оплаты – 20 тысяч тенге в месяц с одного ребенка. Во-первых, условия другие. Питание, наверное, мне кажется, более лучше в частных садиках, чем в государственных садиках. И детям удивляется больше внимания, потому что в группах очень мало детей. И мы каждому удивляем внимание. В фонде развития предпринимательства «Дому» подчеркнули, что бизнесменам доступны различные меры господдержки. За 10 месяцев 2016 года получили поддержку в качестве субсидирования более 100 проектов на общую сумму свыше 16 миллиардов тенге. Инструментом гарантирования воспользуются более 60 предпринимателей, которые решили свои проблемы по покрытию залогового обеспечения. Стоит отметить, что в Уральске уже работают более 20 частных детских садов, где воспитывается около полутора тысяч детей. Роман Копняев, Мохамбет Консултанов, Александр Грабарев, ТДК-42. В Западно-Казахстанском аграрно-техническом университете имени Жангирхана состоялся областной форум благотворителей «От сердца к сердцу», посвященный 25-летию независимости Республики Казахстан. На мероприятие приняли участие НПО, предприниматели области, представители Ассамблей народа Казахстана области и молодежь города. Подробности в следующем сюжете. На 24-й сессии Ассамблей народа Казахстана глава государства Нурсултан Азарбаев возложил на Ассамблей народов Казахстана новые функции. Это благотворительность и медиация. В здании Западно-Казахстанского аграрно-технического университета под началом Ассамблей народа Казахстана в Западно-Казахстанской области был организован первый форум благотворителей, который собрал предпринимателей и представителей общественных объединений не только города, но и всех районов нашей области. Со словами благодарности первым выступил заимствитель Акима области Багдад Азбаев. В ходе общерно-республиканской благотворительной акции «Шинджирюкден» и в рамках месячника «Милосердия» нашими предпринимателями была оказана помощь на сумму более 6 миллионов тенге. В целом по области за год было проведено более 5000 благотворительных мероприятий, в них приняло участие свыше 3000 человек. Оказана помощь гражданам нашей области на сумму более 30 миллионов тенге. Гайсак Апаков рассказал о важности проведения подобных форумов и воспитания патриотизма и чувства сострадания и толерантного отношения к гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Сегодня проводим первый форум благотворителей тех людей, которые не переразличны судьбой других людей, которые готовы помочь. Поэтому сейчас сегодня мы собрали благотворителей, которые непосредственно занимаются. Мы хотим сделать подвигательный ассамблея, системную работу этого вопроса, чтобы был создан оргкомитет по благотворительности, создан был фонд благотворителей. Огромную роль в благотворительности сыграли меценаты области, которые не только открывают свои компании, создают новые рабочие места, но и участвуют в благотворительности. О том, какую роль выполняют представители бизнеса, рассказал председатель палаты предпринимателей Западного Астанской области Нурлан Каиржин. Традно заявить, что в принципе наше бизнес-сообщество крупный, но в том числе уже и малый и средний бизнес активно подключается к этой работе. Множество мероприятий было поддержано, в том числе и мероприятия в сфере спорта, культуры. На районном уровне очень много поддержки идет и ветеранам войны, и, скажем так, населению, тому населению, которое нуждается в этой помощи. Также во время форума была организована выставка, где каждый гость смог ознакомиться с благотворительными акциями, в которых участвовали меценаты и общественные объединения. К слову, самых отличившихся в активной деятельности наградили благодарственными дипломами в пяти номинациях. Среди тех, кто получил награду, компания ТО «ПСП Серик», которая за 25 лет независимости помогла и продолжает помогать как малообеспеченным многодетным семьям, детским домам и людям с ограниченными возможностями, так и участвует в многочисленных социальных проектах. Ежегодно компания берет на себя финансированные встречи, мероприятия для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов. Компания была и остается щедрым партнером, роль которой в жизни региона никогда не останется незамеченной. Компания безвозмездно достроила подводящие участки газораспределительным станциям для сельских населенных пунктов, что прямым образом повлияло на рост социального благополучия сельской местности. Скажу со стороны ТО «ПСП Серик» за все 25 лет существования в бизнесе на благотворительность мы потратили более 100 миллионов тенге. Это за все 25 лет существования ТО «ПСП Серик». Это и восстановление женского монастыря, это и спонсорская помощь футбольному клубу, организационные мероприятия, спортивные. Мы постоянно являемся спонсорами клуба «Фронтовичка», детей-инвалидов. К нам обратился молодой человек, у которого уже практически не было надежды восстановить зрение, кроме операции. И как было приятно, когда он приехал потом после операции и увидел все своими глазами. Это надо видеть, эти глаза, эти слова благодарности, в которых действительно нуждаются. Поэтому проходящий сегодня форум – это очень большое мероприятие, которое всем нам необходимо. В завершение форума была принята общая резолюция, после которой был дан старт благотворительной акции «Караван милосердия», где с помощью предпринимателей города более 100 малообеспеченных семей получат продовольственную помощь. Рустам Ашарипов, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК 42. Далее в выпуске мы представим вашему вниманию не менее интересные события в специальном видеообзоре. В Усть-Каменогорске произошло обрушение моста, который построен над рекой Иртыш. При разборе конструкции рухнул один из пролетов, на котором в тот момент находились рабочие. Старая часть моста переломилась ближе к середине. Одна конструкция упала в воду, вторая поднялась вверх, подобно разводному мосту. Наверху одного из концов переправы на высоте нескольких сотен метров оказались двое рабочих. Чтобы снять людей с неимоверной высоты, на место выехали 13 спасателей и три медика в Центр медицины «Катастроф». Одному из рабочих после спасения пришлось оказать медицинскую помощь. Он вывихнул ногу. Мужчину доставили в больницу. Второй рабочий не пострадал. Председатель мажориса Нурлан Нигматуллин примет участие в открытии бюста Алихана Букиханова в Санкт-Петербурге. Торжественная церемония пройдет в Таврическом дворце, штаб-квартире Межпарламентской ассамблеи СНГ. В ходе осенней сессии парламентарии обменяются мнениями по актуальным вопросам в рамках заседания постоянных комиссий СНГ. Делегация мажорисменов во главе с председателем палаты Нигматуллиным также примет участие в 45-м пленарном заседании. Рабочие, которые принимали участие в вырубке леса на правом берегу реки Чиган, для того, чтобы начать прокладывать дорогу из городского парка в сторону Зачиганска, никак не могут получить деньги за свою работу. Лесорубы в течение двух месяцев обивают порог фирмы, которая, по их словам, задолжала им. Возмущенных людей выслушали наши корреспонденты. Второй этап благоустройства правого берега реки Чиган уже стартовал. Здесь должны высадить зелёные насаждения, провести освещение и проложить дорогу от парка к Зачиганску. Для подготовки участка на работу пригласили людей, которые должны были вырубить часть леса. Работу они свою сделали, но уже на протяжении нескольких месяцев не могут получить свои кровно заработанные. Ко всему прочему, среди рабочих есть неместные граждане. Через 21 день после того, как мы устроились на работу, нас выгнали, оставили только пятерых. Сказали, что через одного из них передадут деньги нам, а потом через три дня и его уволили. Потом нам дали только по 17 тысяч тенге каждому. И всё. Сказали, что мы выполнили работу только на эту сумму. А на самом деле нам говорили, что оклад будет 130 тысяч тенге. Мы выполнили много работы, очистили дорогу, лес вырубили. Зарплату обещали то сегодня, то завтра. Нам дали по 80 тысяч. Тут ТОО «Ассар» не виноваты, а виноват ИП «Багдад». Потому что они деньги у ТОО взяли. 1 миллион 700 тысяч, но нам не выплатили. Договор 14 человек заключали с ТОО «Ассар», но работали непосредственно с ИП «Багдад», которое находится при этом ТОО. Затем 7 человек уволили и взяли новых. Каждому из них обещали заплатить по 130 тысяч тенге. А в итоге пятерым выплатили всего по 80 тысяч. И ещё 8 человек получили всего по 17 тысяч. Однако в фирме, с которой работали лесорубы, заявили, что рабочие получили такую зарплату, которую заслужили. Они не выполнили ту работу, которую должны были. Я ещё раз это повторяю. 15 дней они только копали яму на одном месте. Мы заплатили им то, что они заработали. Очередной визит рабочих в фирму не увенчался успехом. Теперь они намерены обратиться за помощью к юристам. Олег Великий, Айбула Джигапа, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Осторожно, тонкий лёд. Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям предупреждают об опасности. На водоёмах области толщина ледяного покрова недостаточная для безопасного передвижения. В то же время рыбаки пренебрегают правилами предосторожности, что может угрожать несчастными случаями. Как отметили спасатели в прошлом году, два человека погибли, провалившись под лёд. Анализ прошлых лет показывает, основной причиной трагических случаев является незнание, пренебрежение или несоблюдение элементарных мер безопасности. В период предоставок категорически запрещается выходить на лёд, устраивать игры на льду, заниматься подводным лобом рыбы. Департамент по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области призывает население области соблюдать правила безопасности. Не выходите на тонкий лёд, не приближайтесь к промойнам, ни в коем случае нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Родители, не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть на льду. Кооператив собственников квартир – это друг и помощник граждан в их повседневной жизни. Так считают сотрудники городской жилищной инспекции. Для примера они показали нашим журналистам два многоэтажных дома, находящихся по соседству друг от друга. Один из них входит в состав КСК «Чайка», другой считается бесхозным. КСК «Чайка» обслуживает три многоэтажных дома, расположенных в центре города. Работа председателя начинается ранним утром и заканчивается поздним вечером. Двор содержится в чистоте, подготовка к отопительному сезону начинается уже летом, а мелкие поломки в квартирах приходят чинь-плотники и слесари, работающие в КСК. Такая активная деятельность КСК позволяет приблизить собираемость взносов к 100%. Лифт в доме 110 был заменен в прошлом году по программе модернизации. Установлен замененный лифт Щербинского лифтового завода. То есть мы выбрали эту модификацию, исходя из соображений качества оборудования лифтового. Лифт в доме 112 сейчас, вернее, проблема замены лифта, сейчас обсуждается на собраниях. Лифт в доме 110 по улице Курман-Газы сейчас работает как часы. Люди выплачивают за него порядка одной тысячи тенге в месяц. Мы пешком ходили, потом он был старый, уже он прослушал свой срок, как говорится. А сейчас мы когда заселялись в этот дом, нам всем было по 20 с лишним лет. Сейчас нам всем за 60, поэтому, конечно, мы только приветствуем то, что нам поставили новый лифт. Жители дома своим КСК довольны. К тому же председатель всегда с ними на связи, готов прийти на помощь по любым вопросам. Было у нас очень страшно, плохо организовали КСК. Но я считаю, что это жизненная необходимая форма нашей жизни. Потому что я ложусь спать и встаю утром, у меня все жизненные необходимые, все работает. Я спокойна. Свет, отопление и вода. А этот дом по улице Курман-Газы 111 находится неподалеку. Он не состоит ни в каком КСК и считается бесхозным. Отличия налицо. Грязный двор, жалобы жителей, проблемы с отоплением, освещением и благоустройством. Между домами, которые обслуживают КСК и не обслуживают КСК, разница как между небом и землей. Потому что в домах, которые обслуживают КСК, у них есть ответственные органы, ответственные люди, ответственные работники, которые постоянно занимаются содержанием жилого дома. А в бесхозных домах, в которых нет КСК, даже в которых нет органов управления по содержанию жилого дома, в таких домах, получается, работы не ведутся на должном уровне. Жилищные инспекции уверены, многое зависит от самих людей. У нас по городу 105 КСК, 105 обслуживающих организаций, которые обслуживают 824 дома. Ну, в основном работают, все КСК работают, справляются с своей задачей. Ну, есть, конечно, средних, я не хочу сказать конкретно, но это зависит от самих жильцев в основном. Вот работа КСК «Чайка», что можно отнуть? Ну, здесь КСК «Чайка» обслуживает вот три компактно расположенные, три дома. Жильцы активные, почти 100% оплаты. А здесь есть, что радует, активные правления. Стоит отметить, что все проблемы легче решать сообща. Роман Копняев, Мохаммед Консултанов, Александр Грабарев, ТДК-42. Сегодня в Уральске прошла акция. Для учащихся городских школ был организован премьерный показ фильма о войне, основанного на реальных событиях под названием «28 панфиловцев». Также на показ были приглашены ветераны Великой Отечественной войны, которые отметили, что фильм в точности передает ту атмосферу, которая была во время Страшной войны. Подробности далее. Показ премьерного фильма «28 панфиловцев» организован депутатами городского Маслехата и Акиматом города. Цель данного мероприятия направлена на воспитание молодежи духа патриотизма, любви к родине и уважение к старшему поколению. Какого рода акции на примерах фильма позволят воспитать дань уважения к нашим землякам, к нашим дедам, к прадедам, которые отстояли Москву. Считаю, что это необходимо проводить такие акции для формирования исторической памяти молодого поколения наших казахстанцев, наших детей, чтобы наши дети могли знать, могли гордиться своими предками. На показ фильма были приглашены ветераны Великой Отечественной войны, которые по себе знают тяжесть тех страшных дней. И сегодня они вместе с подрастающим поколением посмотрели фильм, который очень точно отражает то единство народа и любовь к родине, которые и помогли нашим войскам одолеть врага. Это событие происходило в ноябре месяце, 16 ноября. Этот бой состоялся в 28 гвардейцах в Банфилово. А я вместе с другими сослуживцами из военной школы Ташкента прибыл в конце ноября месяца. Мы не застали этих событий, но слава об этом подвиге 28 гвардейцев-панфиловцев, она была озвучена, расписана во всех армейских газетах. Так как фильм направлен на воспитание подрастающего поколения, были приглашены учащиеся восьмых классов четырех школ города, которые, выходя с показа, находились под впечатлением от увиденного о том, когда без сплоченности народа и патриотизма не было бы сейчас мирного неба над нашей землей. Фильм был очень хороший, интересно довольно. Фильм, все было исторично, красиво, звуки были хорошие, танки масштабные. Надо как патриотизм, чтобы стоять за свою родину, гордиться. Фильм, который основан на реальных событиях, рассказывает о великом подвиге 316-й стрелковой дивизии под командованием генерала Панфилова, в честь которого на месте страшных сражений был установлен мемориал героям-панфиловцам. Сергей Уланов, Монарбек Кушалиев, Александр Грабарев, ТДК-42. В университете имени Мохамбета Утемисова прошла встреча студентов с известным писателем Рахамжаном Оторбаевым. Конференция была посвящена творчеству драматурга и тем произведениям, которые вышли в свет. Перед началом конференции был продемонстрирован короткометражный фильм о произведениях Рахамжана Оторбаева. Его книги переведены на несколько языков мира, а пьесы регулярно ставятся в казахских и киргизских театрах. Каждое из произведений писателя жизненно и правдиво. Воспитывая молодое поколение на произведениях Рахамжана Оторбаева, нам предоставляется большая возможность на том материале, которым очень близко нашему студенческому и преподавательскому составу. Потому что это человек, который вышел из этой студенческой среды, из этой среды при Урале, который получил хорошее образование в этом институте. И это образование ему послужило на долгие-долгие годы. Рахамжан Оторбаев является выпускником университета имени Мохаммеда Утимисова. Сегодня учёные отмечают, что он занимает большое место в жизни литературоведения Казахстана. Рахамжан Оторбаев – наш казахстанский батыр и писатель. Мы гордимся, что у нас есть такой драматург. И он всегда будет ярким примером для нынешнего и будущего поколения. Коллеги писателя заявляют, что Рахамжан Оторбаев сделал очень многое в своей профессиональной сфере. Написал большое количество стихотворений, которые до сих пор воодушевляют читателей. Олег Великий, Эйбул Аджигапар, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Уважаемые телезрители, на этом наш выпуск подошёл к концу. А я напоминаю, что этот и другие выпуски новостей вы можете посмотреть на нашем электронном сайте. www.tdk42.kz Всего вам доброго и до встречи в эфире. СПОНСОР ПРОГНОЗА ПОГОДЫ В Уральске плюс один, минус пять, дождь. В Актау днём плюс четыре, ночью минус шесть. В Актубе минус один, минус девять. В Атырау минус семь, минус четырнадцать. В Кокшитау днём минус три, ночью минус шесть, снег. В Костанае минус четыре, минус восемь. В Казаларде минус одиннадцать, минус девятнадцать. В Павладаре минус шесть, минус тринадцать, снег. В Петропавловске минус 3, минус 6 В Талдукургане днем минус 10, ночью минус 18 В Таразии минус 11, минус 18 снег В Усть-Каменогорске минус 14, минус 25 В Караганде днем минус 8, ночью минус 12 снег В Шемкенте минус 6, минус 12 В Алматы минус 11, минус 19 снег В столице республики Астане минус 8, минус 10